Время наполеонов 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 глава Дмитрского района Валерий Гаврилов, а также многие его сработники. По окончании Божественной Литургии состоялся традиционный ежегодный крестный ход от собора к памятнику Святому Дмитрию Соловскому. Этот памятник четыре года тому назад был установлен при въезде в историческую часть Дмитрия. Как обычно, на центральной городской площади собралось несколько колонн, пришедших из разных дмитрских храмов, и дальше гонялись уже все вместе. Именно с таких крестных ходов, вдохновленных в начале 90-х годов, только что назначенных сюда, тогда еще архимандритом Романом, началось возрождение духовной жизни в Дмитрии. А глава города горячо поддержал это начинание и с тех пор сам неизменно участвует в этих крестных ходах и несет большую храмовую икону великомученика и покровителя города. Мы сегодня с вами гордимся нашими предками, которые храм раздражались и отстаивали наш город, наш район, от татар-монголов, от пояков, от наполеонских отрядов и, конечно, от фашистов. Прежде всего, в нашей жизни необходима вера. Необходило терпение и только через веру. В нашей жизни будет все замечательно и прекрасно. Дмитрия справедливо считается не только одним из красивейших городов Подмосковья, но и оплотом православия. Здесь одна за другой возрождаются древние святыни. И можно не сомневаться, что в этом тоже заключено благословение великого солонского чудотворца. Ведь ранней истории Руси не знают другого случая, чтобы город был специально назван в памяти греческого святого, святого покровителя, включая даже самых популярных. Ведь вплоть до рубежа 18-го столетия не было ни Николаева, ни Георгиевска, ни Санкт-Петербурга. А Дмитров был уже в 13-м веке. Если города, в конце концов, и получали имена святых, то наследовали их от городских храмов или от монастырей. В этом смысле название Дмитрова поистине, без преувеличения, уникально. И сегодняшний праздник, он объединяет нас. Мы совершаем молебен, чтобы великомученик Дмитрий вознес за город Дмитров свою сугубую молитву и дровал мир, покой, полность Божия. И мы увидим, как слабо прошается, город Дмитров и Дмитрий. В окончании молебна в городском дворце культуры состоялось открытие районных рождественских чтений. Областные чтения откроются только через две недели, об этом мы еще расскажем. А здесь состоялся большой и увлекательный открытый урок с викториной, посвященный знаменитым святым и героям Руси. В этом совокупно познавательном акте звучали имена и святых, и военачальников, и местных героев Великой Отечественной войны. Из всего многообразия подвижнической жизни вросло чувство патриотизма, которое питает юнор-дмитровчан и помогает им найти себя в этом мире. Всегда принимайте решения, а что будет другими людьми, близкими, государством, миллионами людей, как принимали решения те герои, о которых вы сегодня говорили. В сегодняшней жизни есть место для пироизма. Это хорошая ваша учеба, это, прежде всего, уважение и почитание к старшему, помочь кого обижать, чтобы его не обижать. И если вы с этих пор начнете в себе воспитывать такие качества, заботы о ближнем, когда вы вырастете, вы будете настоящими героями. Русь считается Святой Землей, потому что ее народ сделал такой великой. Народ защищал свое Отечество, они защищали его молитвой, Богу за Отечество, как это делал преподобный Сергий Радонинский. Другие защищали оружием. И хочется пожелать вам, чтобы вы хранили веру православную, чтобы любили свое Отечество, любили свою малую Родину. И Господь тогда будет помогать вам. Помощи вам, Боже, успехов в учебе и всего самого хорошего. В завершении своего большого архипаторского визита на благословенную Дмитриевскую землю, Владимир Карман посетил и шестую православную выставку-ярмарку, которая прошла в экспроцентре местной торгово-промышленной палаты и была также приурочена людьми памяти святого Дмитрия Соловского. Московская выставка в Мамеже в этот день как раз закрылась, и ее миссионерский посыл во многом переняли региональные выставки-ярмарки. Здесь были представлены не только подмосковные монастыри, но и другие обители России. Все многообразие и церковных ремесел, и церковного возрождения двух последних десятилетий. На следующий день, 9 ноября, в трапезных палатах Новодевичьего монастыря прошла встреча митрополита Ювеналия с благочиненными московской епархии, а также с руководством епархиальных отделов и комиссий, с настоятелями и настоятельницами подмосковных монастырей и с другими клириками, несущими общественно значимую епархиальную нагрузку. Помимо ладыки митрополита, на этой встрече присутствовали также все епископы, несущие свое служение на территории Московской областной епархии. Как обычно, на таких встречах был откровенно обсужден самый широкий круг вопросов, как непосредственно пастерской деятельности, так и взаимодействия со светскими учреждениями. Паблик подвел некоторые статистические итоги и дал принципиально важные указания по основным вопросам церковной жизни, в частности, по оказанию помощи особо нуждающимся храмам. Протокол заседания опубликован в частности на епархиальном сайте. В заседании были также вручены юбилейные медали, учрежденные Патриархом Московским и всея Руси в память 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года. Кроме духовенства, этих наград были удостоены и сотрудники Церковного музея Новодевичьего монастыря. Сия! 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 11 ноября состоялось замечательное событие в церковной жизни Коломны. Великое освящение Крестовозвиженского храма в Коломенском Кремле. Чинг Великого освящения создавал митрополит Коломенский и Крутийский ювенарий в сослужении епископа Серпуховского романа и Зарайского Константина, ректора Коломенской духовной семинарии, а также протеерей Николая Качанкина настоятель Руспинского собора, благочинного отца Владимира Пахачева, нынешнего настоятеля храма отца Владимира Сазонова и многолетнего в прошлом настоятеля Игуменова Руана Горбунова, который последние пять лет настоятельствует в Староголотленном мужском монастыре. Помимо главного креста Сдвиженского престола был освящен и верхний предел в память святителя Христова и чудотворца Николая. Крестовозвиженский храм возник в древнейшей части Коломенского Кремля, вблизи знаменитых Пятницких ворот под одноименной башней. Это были главные ворота Коломенского Кремля. Вблизи них существовала переправа через Москву и Ку, и первым коломенским храмом, встречавшим путников, был именно Крестовозвиженский. Известен он с 15 века, а нынешнее здание было построено в 564 году насредство коломенского епископа Гориева. С тех пор храм и стал двухъярусным. В его верхней части был утвержден Никольский предел из упраздненного храма Николы Зарайского, тоже в Кремле. Еще через 70 лет храм был перестроен и обрел свой нынешний вид, став замечательным памятником стиля ампира. Стараниями коломенских благотворительниц Шараповой и Колесниковой храм получил и четырехколомный ионический портик, и большую ротонду с Никольским престолом. В 1837 году Крестовозвиженский храм осветил митрополит Московский и коломенский Филарид Дроздов. Великий святитель, уваженец и патриот коломны. Примечательно, что находясь в пределах Кремля, где существует и собор, и еще шесть храмов, да еще и рядом на посаде пять, Крестовозвиженский храм не был по сути приходским, а был ружным, то есть получал руку, государственную дотацию, и восстановление его уже в наши дни по той же причине, по причине изобилия соседних храмов тоже, что достаточно медленно. Закрыли этот храм последним из кремлевских, но легче от этого не было, все утро уничтожили, колокольню снесли до нижнего яруса, служащих здесь монахов арестовали, и участь их неизвестна. А в храме разместилось сначала арти инвалидов, а позже мастерские и изопасники краеведческого музея. Слава Богу, основное здание было на виду, под какой-никакой опекой, и пострадало оно не сильно. А в 1994 году храм вернули вновь созданное церковное общение. В ней, кстати, со временем оказалось много художников, которые тоже помогли на этом долгом, 18-летнем пути восстановления храма. Еще одной заметной частью местной приходской общины являются представители колонненского казачества. В завершение божественной литургии и прахиальные награды были вручены многим потрудившимся здесь. Медали за усердное служение получили и прошлый настоятель Игумен Варлаам Горбунов, и настоятель нынешний отец Владимир Сазонов. Выпускник колонненской духовной семинарии, он был рукоположен Владыкой Ивеналием во священнике в Успенском соборе в день памяти святителя Филарета Дроздова, 2 декабря 2003 года. И спустя 4 года стал настоятелем того самого храма, который был освящен Митрополитом Филаретом. Кроме того, были награждены имамонастоятеля и благотворители, а также труженики храма, которые получили благословенные и благодарственные грамоты. Хрестовоздвиженский храм является украшением города Коломны. И этот храм-исповедник возвращен к жизни мужественными трудами отца Варлаама и отца Владимира. Но следует отметить великую любовь, ясновение и жертвенность тех, которые добивались в открытии этого храма. А потом, войдя в него своими руками, своими жертвами, своими молитвами, день за днем восстанавливали порушенную и оскверненную святыню. Хочется поклониться вам всем с благодарностью за то, что вы влюбили этот Дом Божий и своими жертвами и молитвами приблизили наше сегодняшнее торжество. По завершении торжеств в Хрестовоздвиженском храме, Алдыка посетил и Боженский женский монастырь, чей просторный собор, кстати, тоже освящен в память праздника Хрестовоздвижения. Митцеславная обитель недавно отметила свое 406-летие. Она тоже тесно связана с российской историей и была основана как благодарность Господу за покорение Казанского ханства. Субтитры создавал DimaTorzok